Всем привет! Это новости студенчества. С тобой я, Анна Глазунова. Все самое интересное прямо сейчас, а так сегодня в выпуске. О главных темах с прошедшего Совета ректоров вузов Татарстана. В Казанском университете проходит 14-й съезд конференции по квантовым структурам. Алиса поможет вам по дому, на что способны новые изобретения от Яндекс. 14 июля ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров в составе делегации, возглавляемой президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым, посетил город Снежинск. В ходе визита обсуждался вопрос о старте совместных исследований Казанского университета и Российского федерального ядерного центра. А мы продолжаем. Перед вузами Татарстана стоят важные задачи, решение которых возможно только благодаря общим усилиям. Именно поэтому сейчас необходимо начать активную деятельность Ассоциации вузов Республики Татарстан. Эта тема обсуждалась на прошедшем Совете ректоров вузов Татарстана. Заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан под председательством вектора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова состоялось на площадке технопарка «Идея». Главной темой обсуждения стало объединение вузов Татарстана в ассоциацию для координации действий по исполнению майского указа президента Российской Федерации. Создание ассоциации вузов Республики Татарстан было принято еще в 2015 году, а сейчас необходимо начать активную деятельность, отметил Ильшат Гафуров. Мы говорили о создании ассоциации в качестве юридического лица и, по сути, передаче на полномочия Совета ректоров. Так вот, после определенных переговоров в Совете ректоров вузов России, мы все-таки должны сохранить Совет по Республике Татарстан. Мы параллельно можем создать ассоциацию, где предполагались и членские износы, и наполнение нашей функции как юридическое лицо. Предполагается, что ассоциация займется исполнением ряда вопросов совместного развития материально-технической базы университетов, организации совместных исследований, обеспечения вузовских работников жильем и другими. Вопрос выделения земли, мы не знаем, кому выделить. Значит, если выделяется земля, я особо говорю, Казанскому федеральному университету, то как в нем будут участвовать частные вузы? Нужно юридическое лицо, ассоциация, что мы делаем другое юридическое лицо, но мы говорим, что назовемся, ассоциация вузов Республики Татарстан. Выделяется земля, мы, значит, где мы каждый строим, либо берем какие-то программы, существующие в Республике и в России, и занимаемся обустройством этой территории. Ассоциации необходимо будет контролировать реализацию распоряжений президента Республики Татарстан на 2018 год, а именно организацию работы по корректировке программ и стратегии развития вузов в части определения в них задач и механизмов перехода к модели университета 4.0. Объединить усилия вузов Республики Татарстан необходимы для исполнения указа президента Российской Федерации Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, где перед российскими вузами поставлена задача обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и к 2024 году войти в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. На Совете ректоров было принято решение до 1 августа официально оформить членство в Ассоциации руководителям вузов, а Казанскому федеральному университету организовать первое общее собрание ассоциаций не позднее, чем в октябре. К этому времени татарстанские университеты обещали сформулировать предложения по исполнению глобальных задач, стоящих перед вузовским сообществом. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. 16 июля в Казанском университете состоялось торжественное открытие 14-го съезда конференции по квантовым структурам. Съезд проходит раз в два года и по традиции собирают ведущих ученых из лучших университетов мира. В Казанском федеральном университете с 16 по 20 июля проходит 14-й съезд конференции по квантовым структурам, которая объединяет ученых более чем из 20 стран мира. Данное мероприятие объединяет исследователей, ученых, специалистов, которые вовлечены в исследования в области квантовых архитектур и квантовых структур. Из 12 стран 42 иностранных участника примут участие в работе данной конференции, что знаменательно, что все они не просто подали статьи, но и приняли решение приехать познакомиться. Данная конференция проводится раз в два года. В этом году местом проведения была выбрана Казани, конечно же, Казанский федеральный университет. Два года назад, когда в достаточно серьезной конкуренции подали заявку и смогли обосновать, почему Казанский федеральный университет может стать хозяином этого значимого события. Казанский федеральный университет все-таки является известной научной организацией, где существует собственная школа квантовых технологий. На площадке Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ собрались гости из разных уголков мира для обсуждения самых актуальных вопросов в области квантовых структур. 14-й съезд конференции по квантовым структурам будет проходить в Казанском университете по 20 июля включительно. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. Выпускники бакалавриата магистратуры Казанского федерального университета вместе со своими научными руководителями спроектировали 3D-модели главного здания КФУ и городской астрономической обсерватории с помощью уникальной технологии. Студенты Института физики Казанского федерального университета на основе данных лазерного сканирования создали виртуальные модели главного корпуса КФУ и городской астрономической обсерватории. Трехмерные модели зданий Казанского федерального университета скоро пополнят базу программы «Гугл. Планета Земля». Студенты максимально точно смогли измерить все параметры зданий и воссоздать строение с минимальной погрешностью с помощью лазерного сканера. Лазерный сканер – это уникальное устройство, которое позволяет за одну секунду произвести до миллиона измерений. И точность этих измерений буквально 2-3 миллиметра. В будущем студенты и сотрудники планируют работать над каркасными моделями, чтобы дальше наполнять конструкцию и создавать уже информационные модели здания. Артем Тупичкин, Динара Хисамова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На рынке гаджетов появилась умная колонка от Яндекса. Что представляет собой устройство и почему за ней стоит будущее, мы расскажем в следующем сюжете. Компания Яндекс выпустила умную колонку. Яндекс.Станция является первым устройством данного типа в России. До этого на рынке была продукция только зарубежных компаний Амазон, Гугл и Эппл. Яндекс.Станция направлена в основном на воспроизведение музыки и видео. Также ее можно попросить рассказать новости, завести будильник и выполнить другие подобные действия. Все это реализуется при участии голосового помощника Алисы. Алиса – это система, построенная на технологии искусственного интеллекта, которая умеет понимать человеческую речь, соответственно, осуществлять поиск адекватной информации и затем уже синтезировать ответы в виде человеческой речи. Соответственно, это очень наукоемкая технология. И для того, чтобы найти широкого потребителя, необходим некий продукт, который будет востребован на рынке. Умная колонка от Яндекса может быть использована и с другими устройствами. В частности, ее можно подключить к телевизору для просмотра фильмов и видеороликов. Также планируется интеграция в систему умного дома. На колонку стоит смотреть, в первую очередь, как на первый шаг для популяризации технологий искусственного интеллекта. Ну и второй момент – это отработка неких решений, которые в последующем найдут воплощение уже в других гаджетах. Одна из задач Яндекса – это обучение своего искусственного интеллекта распознаванию голосов членов семьи. Это даст возможность ограничения детей от нежелательного материала и поиска по интересам. Проблема искусственного интеллекта в том, что программа может некорректно формулировать ответы, выбирать интонации или просто не воспринимать правильно некоторые словесные конструкции. Рядовой пользователь чаще всего воспринимает искусственный интеллект, некий гаджет, который подключен к системе искусственного интеллекта, как нечто, наделенное разумом, наделенное интеллектом, и вот оно само начинает с ним общаться. На самом деле это совершенно не так. Это компьютерная система, которая умеет выполнять ровно то, чему ее научил разработчик. Для решения этой проблемы искусственный интеллект требует доработок. Необходимо выбирать архитектуру нейронной сети, более сложную, соответственно, обеспечивать вычислительные мощности, которые позволят находить достаточно полную информацию по запросу, которая сумеет из всего многообразия этой информации строить лаконичные, но полные ответы. На этом наш выпуск подходит к концу. Смотри на социальных сетях. Пока-пока.